Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради. Сегодня я предлагаю приготовить ромовые бабки. Сразу скажу, это не те булочки с одноимённым названием, которые повсеместно можно найти в магазинах. Это настоящий, сочный, пропитанный сиропом кекс, разновидности которого есть в кухнях очень многих стран. Да, ромовая бабка ни разу не диетическая и не полезная, но очень вкусный и ароматный десерт. Поэтому иногда можно себя и побаловать. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдёте в описании под видео. Итак, приступим. Берём 270-280 г муки, которую предварительно желательно просеять. В муку добавляем 3 г быстродействующих сухих дрожжей. Это примерно 1 чайная ложка без горки. И очень хорошо перемешиваем муку с дрожжами. Теперь берём 5 яиц, которые необходимо разбить в отдельную миску. К яйцам добавляем 30 г сахарной пудры. И с помощью венчика слегка взбиваем яйца. Нам нужно не только растворить пудру, но и разбить структуру яиц. Вместо сахарной пудры можно смело использовать обычный сахар. Добавляем яичную массу к сухим ингредиентам. И с помощью миксера и насадок крюк тщательно перемешиваем содержимое миски. Забыла сказать, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Когда мука с яйцами смешаются до состояния однородной массы, берём 50 мл тёплого молока. Добавляем в молоко 3 г соли. Это примерно половина чайной ложки. И хорошо перемешиваем молоко до полного растворения соли. Подсоленное молоко вливаем в общую миску. И с помощью того же миксера всё хорошо перемешиваем до образования гладкой и однородной массы. Теперь берём 100 г размягчённого сливочного масла. Не обязательно размягчать масло сильно. Достаточно, если оно полежит при комнатной температуре около 30 минут. Добавляем масло в общую миску. И тщательно вмешиваем его в тесто с помощью всё тех же насадок крюк. Отмечу, что этому этапу нужно уделить должное внимание. Очень важно, чтобы в тесте не оставалось нерастворившихся комочков масла. У меня на вмешивание масла ушло около 7 минут. В итоге у вас должно получиться вот такое, достаточно жидкое тесто, которое медленно стекает с лопатки. При необходимости, если тесто у вас получилось чрезмерно жидким, можно добавить немного, буквально 10-15 г муки. Главное, не перестарайтесь. Накрываем тесто тёплым и влажным полотенцем. И отправляем миску с тестом в разогретую до 40 градусов духовку на 1,5-2 часа. У меня тесто провело в духовке 1,5 часа. И посмотрите, каким воздушным и пушистым оно стало. Обминаем тесто с помощью лопатки. И быстро, пока тесто снова не поднялось, а растёт оно буквально на глазах, подготовим формочки. Если у вас металлические формочки, то их нужно обсыпать мукой. Также их можно предварительно смазать маслом, но это по желанию. Если у вас силиконовые формочки, то с ними ничего делать не нужно. Берём наше тесто и распределяем его по формочкам, заполняя их не больше, чем на 2 трети, а лучше на половину. Очень удобно распределять тесто с помощью ложки для мороженого. Также можно переложить тесто в кондитерский мешок и с его помощью отсаживать нужное количество теста в каждую формочку. Кстати, из указанных в рецепте ингредиентов получается около 15-16 небольших кексиков. Если с формочками возиться не хочется, то можно приготовить одну большую бабку. Такой вариант этого десерта тоже имеет право на жизнь. Накрываем наши заготовки полотенцем. Я сначала положила разделочную доску, чтобы полотенце не провисало и не касалось теста. И оставляем будущие бабки на 30-40 минут, чтобы они немного поднялись. Отправляем заготовки в уже разогретую до 180-200 градусов духовку, где кексы будут выпекаться на протяжении 15-20 минут. Ну или до тех пор, пока бабки не приобретут ту степень румяности, которая вам нравится. Вы только посмотрите, какими мягкими и воздушными получаются кексы. Кажется, что более нежными они уже не могут быть, но нет, могут, если их пропитать. Поэтому, не дожидаясь, пока кексы остынут, высыпаем в кастрюлю или сотейник 300 граммов сахара. Сюда же добавляем 600 миллилитров воды. По желанию в пропитку можно добавить 2-3 звездочки бадьяна или чайную ложку аниса. А также 2-3 чайные ложки апельсиновой цедры. У меня цедра сухая, но можно использовать и свежую. Отправляем будущую пропитку на огонь, где ее нужно сначала довести до кипения, а потом проварить на протяжении 2-3 минут. По желанию, в уже готовую горячую пропитку можно добавить 100-150 миллилитров рома, коньяка или вашего любимого ликера. А можно ограничиться просто ромовой эссенцией. Готовую пропитку процеживаем через сито. А затем, не дожидаясь, пока она остынет, окуная в нее все еще горячие кексы. Если кексы у вас получились очень румяными, то можно подержать их в горячем сиропе на протяжении нескольких минут, чтобы они хорошо пропитались. Точно так же поочередно пропитываем все кексы. Кстати, если у вас останется немного пропитки, не выливайте ее. Она хорошо хранится в холодильнике и ее еще можно в дальнейшем использовать, например, для пропитки бисквитных коржей. Если у вас нет специальной решетки, то ромовые бабки можно выложить обратно в формочки, низом вверх, чтобы с них стек лишний сироп. Оставляем пропитанные кексы в формочках или на решетке до полного остывания. У меня ромовые бабки остывали всю ночь. Как вы видите, они не расползлись и очень хорошо держат форму. При этом они получились мега сочными и нежными. Даже невооруженным взглядом видно, какие они влажные и воздушные. И по текстуре, и по вкусу. Они ближе не к классическим кексам или сдобным булочкам, а к хорошо пропитанным бисквитным коржам, которые буквально тают во рту. В принципе, ромовые бабки уже готовы. Осталась только одна деталь. Но какая же ромовая бабка без помадки? Поэтому берем сахарную пудру и смешиваем ее с лимонным соком. Пропорции помадки я не уточняю, поскольку здесь все делается на глаз. Исходя из того, какой густоты вы хотите получить помадку, и какой слой помадки вы хотите видеть на бабках. И еще, очень рекомендую использовать для приготовления помадки именно лимонный сок, который добавят пикантные кислинки, а не воду, хотя и она вполне допустима. Смазываем помадкой каждую ромовую бабку. Ждем, когда помадка застынет. И угощаем вкуснейшим десертом своих родных и близких. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok